я очень рада всех приветствовать на своем канале меня зовут Оля мне 50 лет живу я на севере Свердловской области в маленьком городе Волчанске и стройнею вот уже второй год с веса 115 килограмм и постройнела уже на 23 килограмма на моем канале много всего интересного я снимаю рецептики многие из которых я придумываю сама считаю их к бжу также снимаю и сад огород и свои заготовочки еще вижу ирландским кружевом пою в общем кому понравятся мои ролики присоединяйтесь так мои дорогие сегодня я хочу записать такой ролик ролик предостережения предостережение от ошибок при похудении причем при самом начале похудения потому что я так и наступила на эти грабли и теперь мое дальнейшее построение мне дается с превеликим трудом вы наверное могли заметить что у меня последнее время вес все чаще стоит и стоит и даже если чуть-чуть у меня какой-то перебор с калориями как вот сейчас майские праздники там не только у нас майские праздники еще куча дней рождений у нас весь май практически не рождение у родных и у друзей вот и я знаю причину и вот поэтому я вам хочу это рассказать кстати это не газов не голословно вы можете набрать например в поисковике что значит замедление метаболизма замедление обмена веществ что к этому приводит а вот бороться с этим очень очень трудно и так я рассказываю только о себе да кстати вот совсем совсем недавно на канале у эндокринолога ольги михайловны пал павловой которую я смотрю кстати моя полная тезка я тоже ольга михайловна и она тоже вот мне она очень очень нравится вот совсем недавно один из самых практически последних роликов у нее был как раз вот на эту тему то есть я еще раз нашла подтверждение вот своим же словам своим же ошибкам и так самое начало построения это был так сейчас 22 значит это был 20 год октябрь моя наиглавнейшая ошибка это я сразу резко перешла в минимум калорий то есть 1200 и даже у меня бывало меньше и только потом я стала уже смотреть эндокринологов диетологов то есть как бы вот втянулась и уже поняла что этого делать категорически нельзя я стала много ходить но по возможности вес значит мой тогда был 115 килограмм не только-только исполнилось 49 лет то есть у меня уже как бы началась даже именно пауза начались и скакать к дну в общем все 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 как бы вот это в кучу то есть как нужно делать сейчас я вернусь еще как нужно делать нужно несколько дней посчитать насколько вы едите но это сделать очень просто счетчиков калорий множество в интернете вот допустим мы полные люди да у меня это было где-то 3000 калорий вот представьте себе каждый день 3000 калорий мне было достаточно посчитать свою равновесную калорийность и питаться даже хотя бы на нее в моем случае это было 1800 тире 2000 вот а чтобы стране допустим вы питались на это да нужно отнять 15 20 процентов то есть моя калорийность при которой бы я спокойненько худела составляла 1600 тире 1800 килокалорий а вот представьте я сразу резко ушла на 1200 естественно у меня вес просто полетел ну во-первых там первые 2-3 килограмма сливалась водичка и уходил верхний жир у меня уходило по 4 5 килограмм в месяц а потом все то есть наш организм очень такая приспосабливаемая лаборатория я бы даже сказала его не обманешь то есть он возмутился он навострился он в общем стал бить тревогу что такое война значит голод начался надо экономить и он перестраивает все системы то есть он тратит меньше энергии и даже если вот я уже ела на 1200 он даже с этих кров он умудрялся экономить и вот поэтому сейчас если честно я даже не знаю как из этого выпутаться то есть ну как рекомендуется постепенно добавлять колораж то есть это все теперь займет больше времени я бы так сказала вот сейчас сейчас моя калорийность 1200-1400 и вес у меня стоит а если даже у меня 1500 1600 то у меня уже идет добавление так что вот мы дорогие ни в коем случае форму равноместной калорийности в интернете очень много и там немножечко разные циферки получается но в пределах 200 килокалорий то есть как бы это не смертельно вот если бы я придерживалась то есть сразу не уменьшила а вот это вот на 1200 но было это у меня наверно месяца три то есть я вообще себя сильно ограничила я практически не ужинала или я могла поужинать одним яйцом или что-то такое ну в общем как бы это что-то мне бзикнуло мне захотелось быстро и сразу потом я уже стала смотреть ролики как у де и другие девчонки особенно стала смотреть диетологов эндокринологов и и все я поняла как бы все свои ошибки про эти ошибки я уже снимала ролики так что мои дорогие когда вы мне пишете оля что то вы не худеете да мои дорогие я знаю но вот как то не знаю может быть мой организм приспособиться выровняется что-то устаканится я постепенно начну это ну ну вот как то буду продолжать борьбу на сегодня мой вес после праздников добавился он у меня уже был 92 килограмма но я не думаю что это все жир у меня набранный там и задержка воды я очень очень сильно отекая вы знаете я когда просыпаюсь это его тут ударилась мне когда гематома на руке вот я просто не могу сжать руки у меня и лицо отекает и верхняя губа как говорится все у меня очень ну вообще у меня проблемы с почками так что это вот мои хорошие не надо не допускайте лучше медленно наверно я правильно назвала потом свой канал стране не спешат начала я страниц октября а канал на ю тубе я завела только в марте то есть через полгода к тому времени у меня уже было минус 15 килограмм вот а потом у меня начались вот и вот эти вот так сказать все вечная плата я сначала не могла понять потом я стала разбираться что же такое происходит вот мы дорогие так что так что надо 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 все делать с умом а сейчас раз уж я в своей тепличке шикарной замечательной я вам покажу что я уже высадила ну и может быть еще поснимаю город хотя у нас опять ветер 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 мои дорогие это я вот уже повысаживала огурчики вот они у меня уже в грядке все подряд покажу вот это у меня рассада капусточки тут у меня питоньки посмотрите какие шикарнючие скоро зацветут тут у меня луковички гладиолусов прорастают а странютины глазки бархатцы вы представляете целый ящик бархатцев садила разных видимо то ли семена были старые то ли что вот только вот тут немножечко взошло это по моему что-то похожее на кармен такие красненькие все остальное не взошло это у меня цини так тут еще астры но тут вот у меня по грядке он высажены огурчики а между ними вот все стоит рассада занесли мы ее вчера был такой сильный дождь и было ночью очень холодно чуть ли не до нуля капуста петуни да капуста насажала конечно и петунику меня в этом году очень много тут тоже все анютины глазки о какой ветер здесь у меня осталось рассада помидорчиков и помидорок вот это у меня помидорки высажены всякие разные подписаны на бирочках подписаны сорта не очень видно там карандашом подписано это у меня чуть-чуть кукурузки она у нас часто не вырастает на же холодно северный урал помидорки скоро уже нужно будет подвязывать здесь тоже у меня осталось рассада помидор здесь одна помидорка пропала погибла я убрала ямку выкопала подсажу поэтому всегда я рассады немножко оставляю может быть еще была холодная земля не прогрел не прогрелась вот этот вот один из моих любимых это кураж всегда его сажаю так что у меня еще посажена кураж 12 месяцев семеновна мальчик с пальчик это первые разы в общем из из моих постоянных только кураж и стелла стелла очень классные гладкие салатные сладкие огурчики именно салатные они не консервируются все остальные универсальные но и тут у меня тоже на этой грядке вон там все помидорки а здесь у меня кабачки оставшиеся огурчики рассада тут по моему еще пара арбузиков пара дынь есть сейчас перейду в другую тепличку и покажу перчик а вот здесь у меня перчик он там на пустом месте где еще осталось вот там подсажу арбузы и дыньки на улице они у нас не вырастут ну тут по огороду еще нечего показывать тут только все посеяно вот эта грядочка с вот это вот с вот этой конструкции здесь горох вот тут морковка посадила зелень свеклу редиску укроп петрушку салаты ну вот это вот все а здесь мои дорогие посмотрите 12 мая и только-только бутончики нарциссов только-только видите как у нас холодно потом у меня пиончики там клубничка еще не совсем до чищена а там у нас тоже клубничка смородинка листики вода здесь у меня накрыты грядки это от котов коты у нас чужие лазят и очень любит разгребать грядки сами знаете для чего вот такие паразиты а вот это те самые сарайки про которые я вам говорила в прошлом ролике что никак не снесут и вот недавно был пожар не не наших а там других вот там такие же типа были в общем написали мы коллективное письмо мэру города соберу подписи и отнесу чтобы все это скорее поснесли вот это у меня тоже клубничка старая все удаляла так ну в общем только-только сеяна тут еще буду подсаживать вот еще клубничку надо будет прорядить а вот тут у меня щавель у меня на канале есть рецепт пирога шикарного со щавелем с яйцами зеленью не помню что там еще на слоеном тесте классный пирог а еще с ним конечно же замечательный супчик раньше стряпала с ним пирожки но пирожки это более калорийно а который я делаю пирог он менее калорийный а супчик так вообще летний с щавелем и с крапивой получается улетный на этом у меня сегодня все всем крепкого здоровья плавненького построения мирного неба над головой пока пока ваша оля